Библейский портал экзегет.ру представляет 133-й псалом для библейского портала экзегет, читаю перевод российского библейского общества, это последняя песня «Восхождение». Последняя очень кратко, очень простая. Вот у нас сложность нарастала, начинались песни «Восхождение» очень просто, и мы читали 131-й, 132-й, они такие уже драматургичные, 131-й – это прямо целое театральное представление, 132-й – сплошная загадка, мы ее разгадывали, и вдруг 133-й падает таким простым камешком, вообще без каких-либо проблем. Песня «Восхождение» – «Благословите Господа, все рабы Господни, стоящие в храме Господнем, ночью к святилищу руки воздев, благословите Господа, благословит тебя Сиона Господь, сотворивший небо и землю». Ну, в общем-то, все понятно. А вот смотрите, дорога к святилищу, дорога к храму – это дорога не просто паломничества, не просто такого физического труда ногами восходить по ступеням, или там броделывать длинный путь, или не просто там, скажем, принесение жертвы, но это еще и внутренняя тяжелая работа. Вот о чем, наверное, предшествующие псалмы «Восхождение» нам как раз говорят. Мы видели там эту работу, мы видели, как наш паломник, наш псалмопевец восходит от простого понимания Бога, как средство удовлетворить свои потребности к пониманию Бога, как центрального явления собственной жизни, как то, без чего, собственно, все остальное уже не имеет никакого смысла. И вот он пришел в храм, он входит в его врата, и здесь многословия не нужно. Вот бывает Великий пост, где очень много говорится о душе человека, о покаянии, о внутренней духовной работе, а потом выступает Пасха, ничего, кроме Христос воскресе, не говорится, потому что это главное. Вот здесь примерно то же самое, этот псалом. «Благословите Господа, все рабы Господни, стоящие в храме здесь и сейчас», да. «Ночью к святилищу руки воздел, благословите Господа». Понятно, что ночью они все-таки, наверное, дома находятся, да, и, соответственно, даже когда вы разделены физически, когда вы не в храме, когда вы не вместе, вы все равно вместе, вы взираете на это святилище, в его сторону молитесь, потом мусульмане будут молиться в сторону Мекки, да. Конечно, сегодня у христиан или у иудеев этого нету, но все равно. «И тогда благословит себя сего на Господь, сотворивший небо и землю». Вот, собственно, и все, что нужно знать. Просто прийти к этой истине бывает довольно сложно. И поверхностно ее повторить вот так по-попугайски, не внося в это чего-то личного, не задумываясь о том, какова внутренняя суть, какова цена этих слов. Ну, это можно, но смысла большого не даст. И поэтому последняя, 133-я песня «Восхождение» венчает все предшествующие и заставляет нас понять, что у этого пути есть радостный итог, радостный и простой. Что вот эта внутренняя тяжелая духовная работа в идеале приводит к тому состоянию души, когда остается сказать только одно – благословите Господа, все рабы Господни, и когда благословит тебя Сиона, Господь, сотворивший небо и землю. И вновь и вновь можно отметить, что Господь как Творец – это одновременно Господь, как тот, кто правит в этом мире, как тот, кто придает этому миру смысл, цель, и в том числе каждой человеческой жизни. Ну, а псалтирь на этом еще не закончен. У нас будут некоторые медитативные псалмы. Мы взошли во храм, и теперь мы начинаем предаваться такой умной молитве, как сказали бы мы об этом сегодня.